Войны, ну вот как собаки похожи на своих хозяев, так и войны похожи на своих хозяев и на своих владельцев. И война при всей омерзительности этого события, она, ты знаешь, тоже бывает и благородной, и звенящей, красивой, и войной, когда противники демонстрируют удивительное великодушие, удивительное понимание боли друг друга. Я уж не говорю там про Освальда Бельке, пилота немецкого времен Первой мировой войны, не говорю про кондотьеров Италии, знаменитого Тори Феромоско, который прославился немыслимым великодушием к противнику, но были римские примеры, но вот путинская война, она такая же какая-то трусливая и подлая, и такая же бессмысленная, как хозяин этой войны, это такой слепок с его сущностей, и мы видим, что вот, например, вчерашняя бомбардировка, ведь это уже не война, это уже просто пролонгация персональной агонии Путина. Это просто желание еще несколько дней, еще несколько часов поцарствовать, потому что тактически, стратегически это не только бессмысленно, это еще один способ и так невероятно сплоченный, невероятно отважный, невероятно готовый к любым испытаниям украинский народ объединить, сплотить и, в общем, лишить всякой жалости к противнику и всякого уважения к России. Понятно, что сейчас Путин уже не свою репутацию прожигает, ее нет у него. Осталось только так называемые остатки, жалкие крохи, огрызки репутации России, и он эту репутацию тоже добивает, демонстрируя, что эта страна бандит, страна террорист.